Российские новости. Поехали. Депутаты Госдумы начали носить специальные значки для отпугивания коронавируса. Реа-новости. Несколько депутатов Госдумы стали носить на заседании значки на лацканах пиджаков. По их мнению, так они могут отпугнуть коронавирус, рассказал спикер Вячеслав Володин. Значки с белым крестом на черном и синим фоне стали носить несколько депутатов, в том числе глава комитета по бюджету Андрей Макаров. О, крестоносцы. Тамплиеры Госдумы захватили. Простите, отпугивают что? Мракобисие какое-то. И эти люди сидят и пишут законы, по которым должна жить вся страна. Скоро такими темпами начнут разрабатывать законопроект заклинания от вируса. И обряды начнут проводить в Госдуме. И ведьм сжигать. Предлагаю еще смастерить маски из задницы дракона. Говорят, точно поможет. Главное теперь найти дракона. Вот это правда. Ну, я теперь хотя бы начал понимать, почему они так боятся этого странного якутского шамана, которого поймали и отправили в психушку. Это еще большой вопрос, кого нужно в психушку отправлять. Хотели отпугнуть вирус, но отпугнули, походу, здравый смысл. Это все, что требовалось знать об уровне IQ наших законотворцев. Мне кажется, они и ошейники от Бога начнут носить, если кто-нибудь в сети скажет, что это помогает. Дальше. Рея новости про секретарь президента Дмитрия Песков рассказал, где он заразился коронавирусной инфекцией. Он думает, что его заразил коллега по работе. Ранее Песков заявил, что он болен коронавирусной инфекцией COVID-19. Да, заболел, лечусь, заявил Песков. Шашлычник, что ли? Не помог блокатор вирусов. А это потому, что журналюги проклятые заставили снять блокатор. Вот и результат. Да, метеорологи прогнозируют, что в России на две недели стихнет пурга. Это, наверное, их самый точный прогноз за всю историю существования гидрометцентра. Честно говоря, ждал от Пескова что-то вроде заболел. Не в курсе. Я пока еще не располагаю информации. И вообще, здоровье Пескова это не вопрос Кремля. А обращайтесь в Минздрав. В общем, очень странно, что он в курсе этой новости. Главное, чтобы у него в больнице часы не стырили. Часы-то дорогие. Проснулся, а часы на руке нарисованные. Главное держать в больнице поближе к его палате огнетушитель. А то мало ли что. Предлагаю на время его болезни дежурить возле больницы с шести пожарным расчетом. В общем, человек пурга. Желаю вам здоровья. Я никогда никому зла не желаю. Да и знаете, нам нужен пургомет, который ничего не знает и ни о чем не в курсе. Но вот настоятельно рекомендую вам почитать о себе комментарии в соцсетях. Это да. Это же надо так постараться, чтобы куча незнакомых вам людей радовались вашей болезни. Надо сделать какие-то выводы. Вот. Здоровье. Какой простор для рисования. Эти могут и платное голосование устроить. А так шутка про кивнуть телевизору стремительно перестает быть шуткой. Видать, рейтинги настолько пробили дно, что им приходится выдумывать новую систему голосования. Да, оказывается, что для полной и безоговорочной любви народа к ядро сне всего-то не хватало возможности дистанционного голосования. Но смотрите, не переборщите там, а то опять победит дочь Алсу. Особенно веселит то, что задействует сайт госуслуги. Тут народ за свои 10 тысячи не смог проголосовать, обрушив сайт. А они уже выборы хотят проводить. Грубо говоря, на 146 миллионов человек. Не, идея интересная. Но современные реалии таковы, что доверия к этой власти нет. Значит, и к этой системе голосования тоже. Губернатор Беглов заявил, что в Петербурге не будут раздавать людям маски, потому что в городе слишком много приезжих. Реа новости. Вчера мы приняли постановление о выплате. Не маски раздавать без плода, а деньги дать. Потому что в нашем городе много людей. И приезжих, и не приезжих. Ну еще, я не знаю, много приезжают из других регионов на работу и все остальное. Вот как выдавать эти маски и перчатки? Просить паспорт? Сказать, где ты зарегистрирован? Или вообще не давать никому? Сказал Беглов. Позже пресс-секретарь губернатора поспешил заявить, что его слова были вырваны из контекста. Кроме того, депутат от КПРМ спросил Беглова, почему маски до эпидемии стоили 2 рубля, а сейчас 40. Беглов ответил, что депутат отстала от времени. И сейчас не Советский Союз. Сейчас речь об инвестициях, комплектующих, поставках, заказах. Одна только маска из каких частей состоит, заявил Беглов. Из каких частей состоит? Такое ощущение, что они там не маски одноразовые собирают, а ракету или самолет комплектующий. Оказывается, маска-то вам не хухры-мухры. Там запчастей, как на МКС или на адронном коллайдере. Это понимать надо. Кстати, а приезжие из других регионов для Беглова не являются гражданами России? Смело так трындит коренной петербуржец родом из Баку. Умнее ничего не придумал, лучше бы промолчал бы. Вирус в паспорт не заглядывает. И не тот ли это Беглов, который говорил, что маски не работают? Я много консультировался с врачами. Они все в один голос говорят, академики, рядовые, что маска не работает. Она не спасает. Это для самоупокоения, да, может быть. Но она не работает. Ее носят врачи непосредственно и те, кто уже заболел. Да-да-да, маски не работают, но вы должны их покупать и носить. Иначе штраф. Культурный город возглавил какой-то колхозник. Да к тому же еще и жлоб. Приезжие ему мешают, оказывается. А если, не дай бог, война начнется, в бункер по паспортам тоже будут пускать? Типа, вот где родились, там и в своем мухосранске идите в бункер, так что ли? Ой, а слова вырванные из контекста уже просто бесят. Нашли себе отмазку. Что там можно было вырвать из контекста, а? Просто башкой думать надо, прежде чем нести пургу. У Губера генератор случайных высказываний работает похлеще, чем у Кличко. Это уж точно. Да и не нужны нам ваши бесплатные маски. Подавитесь ими. Мы их купить можем. Главное, сделайте их по адекватной цене. На Кубани лишили полномочий судью, которая произнесла матерный тост за супертелочку и свою песечку сладкую. Квалификационная коллега судей Краснодарского края признала видеоролик умоляющим авторитет судебной власти и причиняющим ущерб репутации суди во внеслужебной деятельности. Некоторые судьи вступили за коллегу. Говорят, молодая, неопытная, не подумала о последствиях. Судья хотела уйти в отставку по собственному желанию, но ей в этом отказали. В общем, вот за этот ролик ее уволили. Я так понимаю, в тех краях какой-то полный пердец с судьями, да? Краснодарские судьи становятся легендами российского правосудия. Вся ее карьера накрылась тем местом, которым она так хвалилась на видео и тосты в честь этого места произносила. Ну, теперь, мне кажется, становится понятно, как она стала судьей. Но это не точно. Тост, конечно, бомбический. Такую дичь нести под запись про свое одно место, это да. Ее хлеборезка и то место, о котором она говорила, это, наверное, два столпа, на котором стоял ее карьерный рост. Ну, судя по тому, как она хвалилась. Ой, а коллеги ее... Ой, молодая, неопытная. Да чего же она тогда делает на этой должности, если она неопытная и не думает? Коллегу тоже проверить, если честно. Все те, кто сейчас будут защищать эту женщину, должны понимать, что есть кодекс судейской этики, который распространяется и в нерабочее время тоже. И это правильно. А то, что она не подумала о последствиях, это, знаете, тоже о многом говорит. Поражает больше даже вот это. Полное отсутствие мозга. Еще, конечно, интересно, кто выложил видео в сеть. Ей бы неплохо задуматься над тем, с кем она отдыхает на природе. С такими коллегами-предателями я бы точно в разведку не пошел. Вот. Так, ладно, а хватит на сегодня с домашних новостей. Отправляемся за бугор. Так сказать, за бугровости, чужие странности. Поехали. Лукашенко заявил о том, что после парада в честь 75-й годовщины Победы в Минске в два раза снизилось число пневмонии. Заявил он об этом через пять дней постпарада. Но тут даже известные вирусологи и шевелюрный темнейший гурбан Гулыберды Мухамедов охренели. И чего это ученые голову ломают? Парад? Животворящий парад. Вот лучшее лекарство от COVID-19. Танками задавили, пушками распугали. Батька, парад был шикарным. Что да, то да. Все было на высшем уровне. Но трынтеть, как говорится, не мешки ворочить. Он вообще что-нибудь знает об инкубационном периоде. Я понимаю, что ты там троллишь темнейшего с парадами и там подобное. Но в данном случае, как говорится, хорошо троллит тот, кто троллит после инкубационного периода. А так, конечно, здоровья братьям-белорусам. Надеюсь, все обойдется. Дальше. Латвия кормила весь СССР. Реа новости. Латвийская СССР была донором денег в Советском Союзе, заявил министр юстиции страны Янис Борданс. Политик отменил, что во время нахождения в составе СССР Латвия вносила в общий бюджет государства 48% своих бюджетов. О, еще одни кормильцы. А теперь они, я так понимаю, доноры Европы. 30 лет Союза нет, а донорам что-то все хуже и хуже. Отдавали 48%, все было зашибись. Стали оставлять все себе, экономика грохнулась. А это значит, деньги зло. Если Латвия в силах была кормить весь СССР, то почему же сегодня она вынуждена жить на подачке ЕС? Почему-то все доноры и кормильцы после распада Союза оказались в заднице и бегают по Европе с протянутой рукой. В общем, эти прибалтийские засранцы политики, такие сказки просто так не рассказывают. Я так понял, мы опять им чего-то должны. Ну, а будем ждать их очередных бредовых требований дальше. Зеленский на три года продлил запрет ВКонтакте и Одноклассников, а также других сервисов Mail.ru и Яндекса на территории Украины. В свое время запрет ввел экс-президент Незалежный Петр Порошенко. И все крупные шумерские паблики ВКонтакте молниеносно осветили новость о том, что Зелебоба продлил блокировку ВКонтакте на территории Незалежной. То же самое произошло и в Одноклассниках. Да, думаю, иронично читать украинцам эту новость ВКонтакте. Классно вы президента поменяли украинцы, классно. Попугай, повторяющий все за капитаном Чекушкой. Помните, Зелебоба обещал отменить запрет соцсетей, называя этот закон чушью. Ну, пришлось кинуть лахторат в этом вопросе. Как можно продлить то, чего нет? Блокировка российскими властями Телеграм Зелю так ничему и не научила. Хорошо, хоть не запретили на русском писать. А то было бы весело читать комменты крымских дочек-офицеров на шумерском языке. Дальше. В США появились гигантские азиатские шершни. Они могут уничтожить всех пчел в стране. Эти монстры с размахом крыльев 10 сантиметров прибыли из Японии. Там пчелы научились давать им отпор, облепляя и нейтрализуя их своим теплом. Американские же пчелы не обладают такими навыками и становятся легкой добычей летающих чудовищ. Также жареных шершней используют в азиатской кухне в качестве закуски. Опять все не то. Каким нахрен шершней? Народ заказывал зомбапокалипсис. Справедливости ради нужно отметить, что новости уже больше недели. Но так как американцы жалуются на этих мутантов до сих пор, то новость очень даже свежая. Также жареных шершней используют в азиатской кухне в качестве закуски. Кто бы сомневался? Жрут все подряд. Да, кто-то помимо игры в Plague Inc. начал играть еще и в Джуманджи. Вот только шершней мутантов нам еще не хватало. Пора вызывать звездный десант для борьбы с арахнидами. Батальон всем ракетчикам, обнаружив насекомых, уничтожать. Слушай, эй, короче сдавайтесь, тут без вариантов. Ну или купите японских пчел, если ваши не справляются. Заодно научат ваших пчел сражаться. Только не забудьте еще арендовать переводчика. Ждем, когда Трамп заявит, что шершни создали в китайских лабораториях. И по-любому в США их китайцы завезли. А так это, конечно, повод ввести в России самоизоляцию за свой счет до зимней спячки шершней. Во веселуха будет. А там во время спячки зимой коронавирус снова активируется. И так по кругу. Вообще шершни довольно агрессивные. Напасть могут просто так. Они действуют как гопники. Осы не такие злобные, а шершни валят всех, кого видят, без разбору. Даже викинги курят в сторонке. А еще такие страшные и тарахтят, как военный самолет-штурмовик времен Второй мировой. В общем, никому не советую попадаться к ним в поле зрения. Зашибут как нехрен делать. В Незалежной ввели санкции против Эрмитажа и МГУ. Рео новости. И Зеленский подписал указ, которым вводятся санкции сроком на три года в отношении учреждения культуры и науки России. В списке оказались в частности Русское географическое общество и Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Институт археологии Российских академий наук, МГУ. Полный список опубликован в указе, размещенном на сайте президента Украины. Да, не прижилась культура в Шумерии. Село наложило санкции на университет и музей. Это просто анекдот какой-то. Хорошая тема для 95-го квартала, чтобы потроллить своего контуженного президента. Он еще забыл наложить санкции на московский зоопарк и на чебуречную у Киевского вокзала. А на Ленинградку ничего не наложил, кстати. Видать, прибыльное дело. Клинусь, я так и не понял глубокого смысла санкции против Эрмитажа. Видимо из-за того, что в музее отказываются выставлять экспонаты античной и древней Украины. Слушайте, а географическое общество, да за что? Ну, видимо там не оценили глобус Украины. Да и скорее всего эта организация не признает, что протоукры выкопали Черное море. Ну, зато Зелебоба на рояле виртуозно умеет играть. На этом, видимо, культура все. На самом деле даже у Педро не хватило на это фантазии, а этот смог. Главное, чтобы не забанили себе спортлото, иначе жаловаться уже будет некуда. В ЮНЕСКО отказались комментировать санкции Киева против российских музеев. Ну да, идиотизм трудно комментировать. Да и в ЮНЕСКО нет специальности психиатра. Эх, зеля-зеля, а ведь столько надежд на тебя было. На тебя надеялись и украинцы, и россияне. Даже я старался тебя не троллить. Но ты либо делаешь все то же самое, что и капитан Чекушка, или еще хуже. Ну, одно точно. Вы там все еще умеете удивлять. Это точно. Санкции против музеев. В общем, на этом...